Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Сегодня в России памятная дата. День окончания Второй мировой войны. Свой вклад в освобождение мира от нацизма внесли и жители Куйбышева. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты и член общественных ветеранских организаций возложили цветы к вечному огню на площади славы Игорь Ильев, ускорбящий матери родине. Председатель, заместитель и секретарь избранный. В Самаре состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выборам главы Октябрьского района. В промышленном районе в день борьбы с терроризмом у Стелла Яблонька прошел митинг. Школьники, представители администрации и ветеранских организаций произнесли торжественные речи и возложили цветы. В начале учебного года Самарский театр «Кукол» приготовил для юных зрителей особый подарок. На сцене учреждения прошла премьера постановки «Маленький принц» по мотивам всемирно известной повести сказки Антуана де Сент-Экзюпери. В Самаре отметили памятную дату – день окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Документ положил конец Второй мировой войне, которая продолжалась 6 лет и унесла миллионы жизней. Невосполнимый вклад в освобождение мира от нацизма и фашизма внес Советский Союз, в том числе жители города Куйбышево. Губернатор Самарской области, глава города Елена Лапушкина, депутаты, члены общественных и ветеранских организаций в этот день почтили память павших героев и возложили цветы к вечному огню Игорь Рельефу, скорбящей родине матери на площади Славы. В Самару доставили капсулу с землей Саур-могилы – место ожесточенных сражений за Донбасс. Курган, называемый «Маленьким Сталинградом», в боях за который летом 1943 года погибли десятки тысяч советских бойцов и командиров, расположен возле города Снежного, с которым Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве. Конечно, мы сегодня с трепетом и уважением принимаем землю в Саур-могил. Высота, на которой развернулись ожесточенные бои в Великую Отечественную войну, священно для нас. Наши земляки отстаивали независимость нашу Родину тогда, и, конечно, память об их подвиге никогда не будет забыта. Я хочу поблагодарить общественные организации, которые вышли за инициативу и установления на Самарской земле памятника защитникам Донбасса. От поколения победителей к потомкам. Сегодня на территории Парка Победы состоялась торжественная передача «Знамени Победы». Ровно 77 лет назад, 2 сентября 1945 года, на борту линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Это стало окончательной точкой во Второй мировой войне. Традиционно в дань памяти погибшим были возложены цветы к вечному огню. Подробности в нашем следующем сюжете. Они подарили своим потомкам чистое небо над головой и никогда не будут забыты. Миллионы людей по всему миру преклоняют колено перед монументами памяти, несущими напоминания об ужасах кровопролитной Второй мировой войны. В Самарском Парке Победы сегодня состоялось торжественное возложение цветов и передача копии «Знамени Победы» от поколения к поколению. Участник Великой Отечественной войны Николай Синдюряев передал знамя Владимиру Пронину, воевавшему в Афганистане и на Северном Кавказе. А сегодня мы эстафету передадим молодому поколению, чтобы наше молодое поколение всегда знало нашу историю, историю нашей страны, великой страны. Право сопроводить стяг к месту бессрочного хранения предоставили будущим защитникам России, кадетам школы номер 170, а разместиться в копии «Знамени Победы» в Самарском дворце ветеранов. Это накладывает на нас особую ответственность, быть связующим звеном в цепи поколений, с тем, чтобы традиции, идеалы, заложенные нашими предками, не были забыты. Знамя Победы – это символ жизни и смерти. Миллионы людей проливали кровь на полях сражений ради своих внуков и правнуков. Сотни тысяч людей трудились в тылу, чтобы внести свой вклад в Великую Победу. Благодаря таким массовым празднованиям памятных исторических дат подрастающее поколение знает героев собственной страны, узнает о том, чем они жили и чем они пожертвовали ради блага своих потомков. Александр Гусева, Николай Епифанов, События. В промышленном районе Самары прошли памятные мероприятия в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Торжественный митинг состоялся у мемориала «Яблонька». Школьники, представители администрации и ветеранских организаций произнесли торжественные речи и возложили цветы. У мемориала «Яблонька» в промышленном районе Самары с самого утра особенная атмосфера. У Стеллы выставлен почетный караул отряда «Пламя». Школьники поддержали День солидарности в борьбе с терроризмом и вспомнили тех, кто погиб в Беслане. Еще вчера они учить пытались буквами. Сегодня свой докварь уже не смогут дочитать. Мемориал «Яблонька» возведен там, где раньше находилось одноименное село. На памятной доске выгравированы 30 имен его жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В числе тех, кто слушал стихотворные строки, представители администрации промышленного района, ветеранских организаций и школьники. Для меня моя родина – Россия. И я помню все моменты с войной, с патриотизмом. Мне очень много ветеранов, родственников все это рассказывали. Поэтому я хочу как-то донести сейчас это все, поддерживать тоже, чтобы это ничего не забывалось. Сегодня вспоминают важную дату в истории. 2 сентября был подписан акт безоговорочной капитуляции Японии. Этот день ознаменовал полное окончание Второй мировой войны. И однозначно это очень важный праздник. Очень важный именно для подрастающего поколения, в первую очередь. Потому что ни для кого не секрет, люди, которые не помнят своей истории, этих людей очень легко победить и завоевать. И очень важно, чтобы мы помнили и чтили эти праздники. И только в этом случае мы обязательно победим фашизм. И очень важно воспитание нашего подрастающего поколения. После торжественных речей была объявлена минута молчания. У мемориала начал свой отчет метроном. Завершился торжественный митинг возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. В предстоящее воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Эту дату установили еще в советское время, в 1980 году. В преддверии праздника нефтяников региона поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. На торжественной церемонии побывала Светлана Кудрявцева. От них зависит жизнеобеспечение практически всех сфер жизни. День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности ежегодно отмечают в России в первое воскресенье сентября. В преддверии профессионального праздника всех работников нефтегазодобывающей отрасли Самарской области поздравили первые лица региона и города. Награды и почетные грамоты профессионалам вручил губернатор Дмитрий Азаров. С праздником вас! Доброго вам здоровья! Уверенности в завтрашнем дне, что любые сложности мы преодолеем, в этом нет никаких сомнений. Уверен, что с задачами вы справитесь. Залогом тому, конечно, опыт ветеранов, который зачастую из рук в руки передается новым и новым сотрудникам компании. Благодаря поддержке вашего коллектива нам удается реализовывать важные социальные проекты, радовать людей праздниками и развивать социальную инфраструктуру. Нефтяников поздравила с праздником и глава Самары Елена Лапушкина. Огромные слова благодарности за то, что вы делаете для города Самары, для жителей города и не только для них. Вы были вместе с нами в тяжелые пандемийные годы. Вами выделялся транспорт для медиков. Вы покупали компьютеры детям из малообеспеченных семей, чтобы они могли дистанционно учиться. Вы одними из первых откликнулись и оказали помощь и поддержку вынужденным переселенцам. Вы продолжаете идти вместе с нами плечом к плечу. Спасибо за вашу отзывчивость, за ваши добрые сердца, за ваше понимание ситуации. Нефтяная промышленность является одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти. Предприятие Самарской области ежегодно демонстрирует высокие показатели. В первом полугодии 2022 года наше предприятие обеспечило транспортировку в объеме 63,5 миллионов тонн нефти и 2,5 миллионов тонн нефтепродуктов. С учетом сложной геополитической обстановки и продолжающих санкционного давления, показатели первого полугодия этого года на 3 миллиона тонн превысили показатели аналогичного периода 2021 года. Работа нашего коллектива направлена на укрепление экономики региона и нашей страны. Для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности выступили музыкальные и танцевальные коллективы города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выбору главы Октябрьского района. Напомним, прежний глава Александр Кузнецов стал мэром Чапаевска, а его кресло временно занял первый заместитель Георгий Выводцев. В состав конкурсной комиссии входит 20 человек, из которых половина назначена районными депутатами и половина администрации Самары. Сегодня на заседании в мэрии были избраны председатель конкурсной комиссии, два заместителя и секретарь. Подробности в сюжете Ольги Павловой. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района было объявлено 29 августа. Сегодня состоялось первое заседание конкурсной комиссии. У нас Октябрьский район достаточно долго работает без главы внутригородского района. Не могу сказать, что это прямо серьезно сказывается на работе коллектива. Безусловно, с задачами справляется. Но, тем не менее, глава внутригородского района должен быть назначен, должен быть утвержден. Члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли 20 человек, избрали председателя, заместителей и секретаря. Возглавила комиссию решением большинства проголосовавших глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Заместителем которой был предложен администрация города стал замруководитель областного департамента внутренней политики области Александр Черненко. От Совета депутатов Октябрьского района Виталий Осайбин. Секретарем конкурсной комиссии, большинством голосов, назначена директор спортивного лицея Лариса Фурсова. Следующее заседание уже будет у нас чуть позже. 7 октября, поэтому прошу вас на это время запланировать участие в комиссии. Будет крайне важно. От райсовета в состав комиссии также включены районные депутаты Андрей Белоусов и Денис Купцов, областной парламентарий Роман Балтер и ректор медицинского университета Александр Колсанов. А от мэрии Виктор Сойфер, Габибла Хасаев, Сергей Печкуров и председатель гордумы Алексей Дегтев. Документы от кандидатов будут приниматься комиссией с 5 сентября по 5 октября включительно с 9 до 16 часов. Новый глава Октябрьского района должен быть избран 7 октября. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В администрации Самары рассказали о планах по переносу подземных коммуникаций на участке, где строят станцию метро «Театральная». Этот процесс важен, чтобы полностью сохранить инфраструктуру в районе. Сейчас профильные службы занимаются теплосетями, которые проходят под сквером на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской. С другой стороны, площади Куйбышевной перекрестки Красноармейской и Галактионовской работают над водоводом и дальнейшим переключением холодного водоснабжения. В будущем службы продолжат перенос труб, водоснабжение и электрокабелей в зоне строительства метро. Кроме того, как рассказал первый вице-мэр, из-за переноса части коммуникаций в Самаре поочередно временно перекроют полосы движения на улице Вилоновской. Здесь пройдут работы по горизонтальному бурению и выносу газопровода среднего давления, а также кабели электроснабжения и труб водоснабжения. Будет закрыта одна полоса по Галактионовской открытым способом. Это вопрос касается до первой рельсы. Там будет укладываться в трехсотая труба по холодной воде и переключение всех домов, которые идут и в четные и нечетные стороны до середины Галактионовской в сторону Вилоновской, будут переключены все дома. На совещании обсудили нюансы, связанные с расселением из зоны строительства метрополитена. Все меры будут приняты с учетом экспертной оценки. Несмотря на то, что большинство вопросов находятся в компетенции регионального министерства строительства, муниципалитет всячески помогает в принятии и реализации решений. Так, с 5 сентября в администрации Ленинского района начнет функционировать кабинет, где юристы и специалисты в сфере жилищного строительства будут бесплатно консультировать жителей, проживающих в периметре метростроя. Подчеркнем, что в приоритете адресный, индивидуальный подход каждой семье, чтобы жители исторического центра города взамен изымаемого и расселяемого получили жилье не меньшей площади. В Самарском троллейбусном депо номер 2 было проведено совещание с организацией, занимающейся охраной объекта. Теперь охрана парка усилена, чтобы не допускать случаев вандализма, как на прошлой неделе, и обеспечить безопасность перевозок. В лобовом стекле троллейбуса отражаются голубое небо и белые облака. Вереница сверкающих частотой адмиралов готова к очередному выходу на линию. В начале недели потрудиться над внешним обликом троллейбусов пришлось с еще большей тщательностью, после того, как вандалы разрисовали эти три машины краской из баллончиков. Но сотрудники ТТУ, депо на физкультурной, приложили все силы, чтобы троллейбусы как можно быстрее вернулись в строй. Правоохранительные органы во взаимодействии с муниципальным предприятием установили обстоятельства. Злоумышленники проникли на территорию депо, повредив ограждение. Самая минимальная, где была покраска, это 18 квадратных метров, мы отмывали 6 часов. А одну машину, где было 31 квадратный метр, мы ее отмывали полтора суток. Есть специальная жидкость, называется антиграффити. Ее применили, ну и плюс ветошь, тоже все вот это вот, и рабочие руки, естественно, руки людей. Водитель троллейбуса Марина Корнева может часами рассказывать о своей машине, что неудивительно. В «Адмиралах», закупленных в прошлом году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» есть все для комфорта водителей и пассажиров. Удобные кресла, кондиционеры, надежная топительная система. Есть пассажиры, которые даже подходят, которые даже говорят, вот, очень красиво, которые на станции, на конечных станциях заходят, проходят, можно посмотреть, можно полюбоваться, как вот оно работает. Как бы, да, мы там показываем, разрешаем, да, смотреть, вот обычно вот салон, всем нравится в вечернее время, когда заходят, вот смотрят, он весь горит, сияет, да, конечно. Очень приятно, что пассажирам тоже нравится в них ездить, не только вот как нам за рулем, но еще и им. Второе троллейбусное депо на сегодняшний день единственное в Самаре, где есть адмирала. Всего в парке их 22 единицы. Ходят они по самому протяженному в областном центре четвертому маршруту – от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала, охватывая более 30 остановок в каждом направлении. Право сесть за руль такого троллейбуса еще нужно заслужить. Новые машины доверили тем, кто безупречно выполняет свою работу и, самое главное, относится к технике с уважением. Это его кормилиц, то есть, конечно, за ним необходим уход, также особое внимание, то есть это как твой друг, как брат, даже больше, то есть это как одно единое целое водитель со своим троллейбусом. И, конечно, за ним нужно ухаживать и следить за состоянием. По информации дирекции ТТУ с охранной организацией, которая обслуживает депо, на этой неделе проведено совещание. На сегодняшний день охрана троллейбусного депо усилена. Ночью дежурят не только сотрудники агентства, но и самого депо. На сегодняшний день пассажиропоток в Самаре вырос. В прошлом году было перевезено более 63 миллионов человек. Также в городе построен новый участок трамвайных путей к стадиону «Солидарность Самара-Арена». В прошлом году на одном из узловых участков трамвайной сети внедрены автоматические стрелочные переводы. На мосту Самарский смонтирована новая троллейбусная линия. С 2019 года внедрена возможность оплаты проезда банковскими картами. Подвижной состав оснащен валидаторами. Особое внимание уделяется кадровому составу и уровню оплаты труда. Сейчас у водителей зарплата выросла на 20%, у других сотрудников на 10%. Подготовка водителей бесплатная. Она организована в собственном учебном центре. С апреля 2022 года при приеме на работу водители получают подъемные 100 тысяч рублей единовременно. Доплаты предусмотрены и молодым сотрудникам. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. По уже сложившейся традиции, Самара во вторые выходные сентября отмечает День города. В честь 436-летия областного центра самарцев и гостей города ждет насыщенная программа. Праздник развернется в дворах, в парках и скверах, на площадях и набережной. В течение нескольких недель творческие коллективы города покажут свои выступления на районных площадках. В это воскресенье, 4 сентября, в Струковском саду столичная группа Вива в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии представят для зрителей новую интерактивную, уникальную программу «Музыкально-поэтический диалог» в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой. А на следующей неделе пройдут основные торжества. В пятницу, 9 сентября, концертный марафон откроет фестиваль «Самара Опен Джаз». Ведущие джазовые коллективы страны представят программу «К столетию российского джаза» и «60-летию джаза в Самаре». Послушать народного артиста России Игоря Бутмана, трио Данила Крамера и других можно будет на склоне площади Славы. Там же в субботу, 10 числа, на сцене прозвучит концерт классической музыки с участием мировых звезд оперной сцены Аиды Гарифулиной и Алексея Татаринцева. А в воскресенье, 11 числа, на площади Куйбышева состоится патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша, родная». На сцену выйдут знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Ольга Кармухина, Александр Маршал и группа Любе. После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк, который станет завершающим аккордом. Стало доброй традицией, что День города у нас действительно становится таким музыкальным праздником и праздником музыки в разных жанрах. И это уже традиция в Самаре существует много лет. Мы должны быть вместе. И я еще раз хочу сказать, что времена у нас разные, но нас всех самарцев объединяет любовь к нашей Самаре. Мы считаем, что это очень важно для того, чтобы, так как и положено в День города, помнить, знать, любить свою историю, гордиться своими достижениями, сохранять свои духовные и культурные ценности и традиции. Воспоют красоту Самарского края. Совсем скоро свет увидит книги, в основу которых лягут легенды и были Самарской области. Они будут отрисованы детям, большинство которых забыли о чтении и не выпускают из рук гаджетов. Многие из них знают голливудских супергероев, но им неизвестны имена русских богатырей. Исправить ситуацию решила писатель Юлиана Арсеньева. Книги появятся на полках всех самарских библиотек. Когда мы вместе, мы можем достигнуть большего. И поэтому наши дети сегодня находятся под нашим покровительством, в наших руках. И мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы территория детства, территория молодежи, юношества, она была не только защищена, но и для нее был создан мощный контент. Российские туроператоры отмечают высокий спрос на зимние путевки в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Объем бронирования превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти в 7 раз. Наиболее востребованное направление – Египет. На его долю приходится около 75% заявок. Далее следуют Эмираты и практически в равных пропорциях Турция и Мальдивы. Также есть запросы на отдых в Таиланде, Венесуэле и на Сейшелах. Рассказали представители одного из российских туроператоров. Среди российских популярных направлений лидируют Сочи, Шерегеш, Анапа, Кавказские минеральные воды, Калининград. Туроператоры также отметили нехарактерное даже для успешного 2019 года поведение отдыхающих. Россияне очень рано начали скупать путевки на зиму. По мнению специалистов, такой ажиотаж вызван желанием сэкономить. Изменения можно объяснить дефицитом авиаперевозок и ограниченным количеством доступных для россиян стран, в результате которого цены на отдых растут на всех направлениях. Путешественники стремятся забронировать туры заранее по более выгодной стоимости. Цены на турпакеты в Турцию, например, выросли на 45-50%, на проживание на 10-15%. Примерно настолько же подорожал отдых в Таиланде. Повысились в цене и путевки на Мальдивы, Маврикии, Сейшелы и в страны Юго-Восточной Азии. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Сегодня выясняем, испытывают ли наши подписчики осеннюю хандру. 41% ответивших наступлению осени рады и обожают ее золотой период. 33% заявили, что с наступлением осени все вокруг становится унылым. А 26% ответили, что время года не влияет на их настроение. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки просят родителей напомнить детям, потерявшим за время отдыха должную бдительность, о простых, но очень важных правилах безопасности, которые помогут защитить их от опасных ситуаций. Уберечь здоровье, имущество, а иногда даже жизнь. Первое, нельзя становиться невидимкой. Иными словами, нужно всегда быть на связи с родителями и ставить их в известность, куда уходишь и когда вернешься. Второе, переходить дорогу нужно по зебре, и при этом внимательно смотреть по сторонам. Третье, не разговаривать с незнакомцами. А еще нужно придумать семейный пароль, который будет известен только родителям и детям. И если посторонний скажет, что его послали за ребенком, он должен назвать этот пароль. Администрация Самарского района напоминает жителям, что специалисты ресурсного центра поддержки актива МКД оказывают содействие в регистрации уполномоченных на проведение собраний собственников в государственной информационной системе ЖКХ. Для граждан ГИС ЖКХ предоставляет возможность в любое время оплачивать счета за ЖКУ, вводить показания приборов учета, контролировать работы и услуги по дому, заключать договор управления и ресурсоснабжения в электронном виде, подавать жалобы и обращения в органы власти и многое другое. В телеграм-канале железнодорожного района напоминают, что вандализм – это не искусство, а уголовное преступление. Нанесение на фасады, а также другие элементы городской среды, несанкционированных дополнительных рисунков и надписей недопустимо. За осквернение зданий, скульптурных композиций, остановок общественного транспорта виновникам грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест до трех месяцев, лишение свободы сроком до трех лет. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»